Три большие стройки в рамках реализации федерального проекта развития моногородов. И все это в Канаше. За ними пристальное внимание федеральных и республиканских властей. Как живет город железнодорожников, расскажут мои коллеги. Почти 380 квадратных метров для новых производств. В Канаше продолжается строительство индустриального парка. На объекте сейчас создают инфраструктуру, без которой работа невозможна. На это в 2017 году было направлено 80 миллионов рублей из бюджетов разных уровней. А всего инженерная инфраструктура индустриального парка обойдется в 564 миллиона рублей. Все, конечно, завязано на том, чтобы привлечь инвестора, предоставить ему строительную площадку. Площадку для размещения производственных строительных мощностей. Заставить его прийти сюда, дать ему всю инженерную инфраструктуру, дать ему готовый участок, чтобы он развивался. Производил и привлекал, конечно, наши рабочие силы. Пока на объекте завершена установка напорной канализации, смонтирована насосная станция, котлован под ливневые очистные сооружения подготовлен на 50%. БОС будет обслуживать не только индустриальный парк, но и весь город Канаж. Прежняя канализационная система уже никуда не годится. Непосредственно на строительство очистных сооружений предусмотрено 320 миллионов рублей. Индустриальный парк и БОС должны сдать к концу 2018 года. Третий объект строительства в рамках проекта – объездная дорога Аниш. Более 4 километров, которые соединят индустриальный парк с федеральной трассой. По этой дороге большегрузы будут объезжать сам город. Завершить строительство должны в июне этого года. Работы на всех трех объектах ведутся, графики, которые установлены, они выдерживаются, финансирование осуществляется. Если говорить по автомобильной дороге, этот объем превышает 50%. Если говорить по индустриальному парку, мы, наверное, ведем речь о 20-30%. И биологические очистные сооружения, ну, на мой взгляд, очень сложно сравнить виды работы, они принципиально различные. Но мы тоже говорим где-то одна треть. Инвестиционную привлекательность города повышает и Канажский транспортно-энергетический техникум. Здесь готовят молодых квалифицированных специалистов – электромонтеров, сварщиков, техников газонефтепроводов. Для многих из них будут открыты рабочие места на высокотехнологичном производстве индустриального парка. Все проекты, которые реализуются в техникуме, направлены на повышение инвестиционной привлекательности нашей республики, города Канаж. И в этом, что очень отрадно, мы чувствуем постоянную поддержку администрации города. Реализуются республиканские проекты в области профессионального образования. Думают в Канаше и о развитии первичного звена здравоохранения. Новые технологии, современное оборудование, подъезды, оборудованные для маломобильных людей – так выглядит теперь после капитального ремонта стоматологическая поликлиника. Помимо нового ремонта и нового новоселья, здесь у нас отказывается высококвалифицированная помощь. И что не нужно уже ехать нам в столицу или в другие города, чтобы нам оказали нужную помощь. Это очень радует. Лечить зубы в поликлинике будут не только городские жители, но и из близлежащих районов. Глава республики поставил перед нами задачу о создании системы здравоохранения по шаговой доступности. Вот как раз здесь мы с вами видим, шаговая доступность, она присутствует. Трехоревная система оказания медицинской помощи, которая сегодня выстроена в Тиварской республике, приносит свои плоды. И вот недавно в Сочинском форуме министра здравоохранения Российской Федерации Вероника Егерина Скворцова, по тем показателям, которые у нас сегодня есть, назвала на втором месте среди 85 субъектов Российской Федерации системы оказания медицинской помощи Чувашской республики. В Канаше реализуется еще один масштабный проект – формирование комфортной городской среды. В рамках этого проекта в городе в прошлом году освоено 29 миллионов рублей. От ремонтированной территории четырех дворов вошли в программу 12 многоквартирных жилых домов. Что включает эти проекты? Здесь комплексный подход и к освещению, и к местам для маломобильных групп населения, и к детям. То есть это детские площадки, это спортивные площадки, это брусчатка появляется, это бордюрный камень. Изначально населением был проект воспринят со скептицем, но сегодня мы столкнулись с той ситуацией, что часть проектов приходится переносить уже на 2019 год в связи с активной поддержкой со стороны населения.